Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошёл, не зная, куда идёт. Верою Исамасара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звёзд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали, видели оные, и радовались и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле, ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечества. «Если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». В сегодняшнем апостольском чтении святой апостол Павел продолжает рассуждать о важности веры в духовной жизни человека на примере патриарха Авраама, которого в Священное Писание называет «отцом верующих». Авраам – родоначальник еврейского народа, которому Бог за его верность дал великое обетование, что от него произойдет великий народ. Но помимо этого, еще большее величие Авраама в том, что от него в будущем произойдет по плоти Мессия, Спаситель мира, Господь Иисус Христос. «И все это Авраам заслужил по своей вере в Бога». Так апостол Павел пишет, «Верою Авраам повиновался идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная, куда идет». Казалось бы, какой смысл, имеющему достаток, почет и уважение в обществе, Аврааму срываться с того места, где всего у него было в изобилии, идти в какую-то неизвестность, в неведомую страну. Но верный Авраам послушался голоса Божия и его повеления. По несомненной вере в нем не было ни возражений, ни противоборства, ни ропота, ни сожаления о том, что он теряет. Но зато было полное смирение пред божественным промыслом и праведное послушание. Продолжая свою речь, святый апостол Павел вспоминает и о Саре, жене Аврааму. «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Из Священного Писания мы знаем, что Сара, получив обетование о рождении сына, сначала рассмеялась, но потом, будучи обличена, убоялась и в этом принесла плод веры в Бога. И тогда, понимая, что с ней беседует Творец, тот, кто выше всякого человека, она истинно уверовала, отвергла всякие сомнения, за что и получила способность к рождению. Блаженный Феофилакт Булгарский пишет, «Вера совершила не только то, что она родила, но и столько родила, сколько не родят и плодовитые жены». А святой праведный Иоанн Кроштадский замечает, «Как велико могущество веры, из ничего она может творить дивные вещи». Из бесплотных, обмерших уже от старости ложеств Сары, Бог по вере Авраама произвел бесчисленный народ, как звезды небесные. Здесь виден до поразительной ясности Творец мира. Там и видишь перст его, где по человеческим расчетам невозможно ничего сделать. Всякий человек отсюда должен научиться, что если он хочет быть чем-нибудь в очах Божьих, то пусть здесь почитает себя ничем. Тогда сила Божия, в немощи совершающаяся, сделает его чем-нибудь. Этого заветные праведники, которых без зазрения совести можно назвать твердынями веры, не считали себя достигшими чего-то. Если смотреть на их жизнь только с внешней стороны, то можно даже сказать, что они самые несчастные из людей, ведь, по сути, они так и не увидели своими собственными глазами исполнение божественных обетований. Да, они этого не видели, но они верили в непреложность Божьих слов. Именно эта вера была стержнем их духовной жизни. Святой апостол Павел пишет, «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». Читая апостольское зачало, мы должны осознать, что, подобно ветхозаветным праведникам, мы также можем назвать себя странниками и пришельцами на этой земле. И почему? Да потому, что наше истинное Отечество не на земле, но на небе. В послании к Диагнету, одном из самых ранних христианских произведений, о христианах говорится следующее. «Живут они в своем Отечестве, но как пришельцы. Для них всякая чужая страна есть Отечество, и всякое Отечество — чужая страна. Они во плоти, но живут не по плоти. Находятся на земле, но суть — граждане неба. Всего лишены, но всем изобилуют». Итак, наша подлинная Родина на небесах, в Царстве Господа нашего Иисуса Христа, ради которого, собственно, мы и созданы. Однако, к сожалению, многие из нас настолько увлекаются земными ценностями, что они для них стают важнее и дороже, чем ценности небесные. Конечно же, прав был в свое время святитель Василий Великий, когда говорил, что люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откомленным птицам, напрасно имея крылья, они не могут оторваться от земли. Но если жизнь на земле настолько духовно опасна, зачем тогда она вообще нужна? А нужна она как раз для того, чтобы человек мог доказать свою расположенность к небу. Святитель Игнатий Кавказский пишет, «Изгнанники рая не для усилений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить, убивающую нас смерть и возвратить себе утраченный рай». Положим же твердое намерение провести благоразумно и благоугодно наше краткое земное странствие. Проведем его приготовление себя к вечности в приготовлении к Суду Божьему. Помню об этом, будем стараться выстраивать свою земную жизнь так, чтобы не потерять свои главные награды, возможности унаследования вечного блаженства во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава, честь и поклонение вместе с Отцом и Святым Духом о веки веков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова